Шанхайская организация сотрудничества основана лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. Год назад была объявлена о начале процедуры вступления в ШОС Индии и Пакистана. Есть наблюдатели и партнеры по диалогу, это еще группа стран. Сюда на сочинскую встречу приехали представители 26 государств Европы, Азии и Африки. Много на встречи приглашенных представителей бизнеса и депутатского корпуса Сочи. За то, что это стало возможным. И, конечно, поблагодарить город Сочи, мой родной и любимый город, в котором все это проходит. Наверное, если бы это был не Сочи, а какой-то другой город, было бы тяжелее. А здесь есть и прекрасная инфраструктура, прекрасные возможности и, самое главное, опыт проведения таких встреч. Динамично развивающаяся шанхайская организация сотрудничества ищет новые пути международной кооперации и модель сотрудничества во время больших и малых кризисов современного мира. Сенатор Пакистана Камран Сихар отметила, что наше небо не безоблачно. А советник президента России Сергей Глазев говорил об экономической интеграции объединения. Общественность хочет от шанхайской организации сотрудничества не только политических деклараций и улучшения дел в области безопасности, но и конкретных экономических достижений. Вот я, например, думаю, что нам гораздо выгоднее было бы вкладывать наши валютные резервы в институты развития ШОС, если бы они были созданы, чем их вкладывать в американские государственные облигации. У нас много ресурсов, которые мы можем объединить, и это дало бы мощнейший толщок к развитию всего евразийского материка. По итогам международных встреч будет создан неформальный сочинский клуб, содействуя ШОС. Документ, подтверждающий это, будет подписан на завтрашней встрече. А сегодня гостей поздравил с началом важного диалога глава города Анатолий Пахомов. Я искренне надеюсь, что шанхайская организация сотрудничества будет процветать и расширяться. Я также рассчитываю, что у присутствующих здесь политиков, дипломатов, представителей бизнеса найдется время в этом очень плотном рабочем графике, чтобы оценить новые туристические возможности нашего города. В ходе форума состоится работа ряда секций. В Сочи будут еще говорить о миропорядке и безопасности, борьбе с терроризмом, о взаимодействии культур и религий. В этом году шанхайская организация сотрудничества, 15 лет она была образована, в 2001 году с целью укрепления стабильности и безопасности. И сегодня каждый выступающий, будь то представитель Китая, Пакистана или России, все говорили о расширении международной организации в рамках стремительно меняющейся мировой обстановки. Мы должны жить в мире и все вместе успешно развиваться. Таково итоговое мнение участников международного форума. Елена Всецина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.